Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Он так гордился Но он где-то заблудился Они вернулись домой, но его не было с ними Командир не захотел рисковать остальными, чтобы отыскать заблудившегося Слишком уж много народу сталкивалось с порождениями тьмы на этом пути Как? Для этого тебе придется отправиться к глубинным тропам Страж? Ты впрямь можешь это сделать? Только стражи спускаются к глубинным тропам без свиты и охраны О, благодарю тебя Предки наконец-то услышали мои молитвы Отыщите меня, как вернетесь Надо было мне оставаться в той клетке Благослови тебя, Создатель Сестра Я брат Бергелл из Ретклевской церкви Вернулся в страну предков, чтобы распространять свет веры Даже в самом чреве земли не укрыться от этой церкви И это воистину большая радость, добрая сестра Я подал прошение об открытии церкви в Арзамаре Это... сопротивление Ясно же, что мир не мог быть создан набитающими в нем смертными Сколько бы их ни было Но Арзамар упорно поклоняется своим совершенным и прачурам А не создателю Пусть поклоняются чему хотят Но Кун — единственный путь к просветлению Возможно Свой путь к истине каждый должен отыскать сам Значит ли это, что ты намерен помочь? Хранители стараются не допустить изменений в обществе Арзамара Чтобы начать молебен, нужно, чтобы дал разрешение летописец Хроник Летописец Хроник возглавляет хранителей Они ведут весь учет в Арзамаре Вроде историков церкви, только шире и глубже Они следят за родословной каждого гнома, рожденного в городе За каждой крупной сделкой За каждой женитьбой, разводом и гибелью на войне Хранители находятся на первом уровне города Подле Королевского дворца Хочешь сказать, что ты мне поможешь? Я вижу на твоем плече руку Создателя, направляющую тебя в пути Прошу, дайте мне знать, как только что-то прояснится Я не могу помочь на следующий взлом Продолжение следует... 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 От раствала, чужеземка. Ты, наверное, и есть, серый страж, о котором все говорят. Милости просим к кабатчикам. Я Кора, хозяйка, чем могу служить? Значит, решила прийти к кабатчикам. Думаю, за официальными сведениями ты бы пошла к хранителям. Ну, а я могу рассказать, как дела выглядят изнутри. Благородные живут наверху, разве что иногда захотят народ повидать. Ты там увидишь совет, хранителей и много особняков. А если спустишься, попадешь в пыльный город, а то и в шахту. Ходить туда я бы не советовала. Это не часть города, а всего лишь старые туннели. Там неприкасаемо и устраивает свои норы. Туда никто не ходит без нужды. Ну, а если хочешь развлечься, то иди на испытания. У кабатчиков всегда рады серым стражам. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...